Его называют основоположником казахской письменной литературы. Его поэзия приколывает, хотя на первый взгляд кажется очень проста. Знают далеко за пределами страны и континента. 150-летний юбилей Абая Кунанбаева прошел в рамках ЮНЕСКО. Абай Кунанбаев – великий поэт казахской степи. Абай Кунанбаев Абай Кунанбаев – главный классик казахской литературы. Его именем названы районы, около десятка сел, проспекты, чуть ли не половины городов Казахстана. А еще улицы в Дели, Каире, Берлине, Ташкенте, Киеве, многих других столицах мира. Чем известен и почему так почитаем казахский философ и поэт? Абай – великий казахский поэт-просветитель, основоположник казахской новой письменной литературы и казахского литературного языка, философ, переводчик, композитор. Это очень известная личность. Абай поднял казахскую литературу до высот подлинного искусства, расширил тематику, обогатил образную систему, ввел новые жанры. Однажды зимой к Абаю пришел бедняк Дармикбай. По всей степи лед сковал землю. Животные погибают, и всем нам грозит голод, сказал он. Мы просили сена у богатых, но нас отовсюду гонят. Если мой скот погибнет, то и моей семье не жить. Тогда Абай отправил своих друзей по ближайшим селениям искать бедняков и звать их в его аул. Мы поделимся едой с людьми и животными, сказал он. Беду нужно переживать вместе. Абаем создано около 170 стихотворений и 56 переводов. Написаны поэмы. Он автор многочисленных притч и афоризмов. До Абая было очень богатое казахское народное творчество. Но именно Абай вел такие мотивы, социально значимые. Именно первый он воспел труд в своих произведениях. Если слишком сыт, труд тобой забыт. Развращен такой человек. Значительная часть трудов Абая связана с переводом русских классиков. Именно благодаря ему в конце 19 века в степи знали и Моську Крылова, и Руслана Людмилу Пушкина. Это рукопись Абая, написанная на арабском языке. Все мы знаем, что Абай занимался переводами работ русских писателей и поэтов. Здесь представлены отрезки его переводов Пушкина, Лермонтова, Крылова. Когда Абай перевел несколько фрагментов Евгения Онегина, они тут же стали разучиваться в казахских аулах. Первый том романа Мухтара Уэзова о поэте «Путь Абая» заканчивается словами «Песнь Татьяны полетела по степи». Юноши, девушки казахские, они так ее полюбили, они объяснялись словами Татьяны в своих чувствах. Ее называли «Ласкова Татиш». И все девушки, вот до того она была близка им. Абай известен как автор слов назидания, по-казахски «Карасуздер». Это сборник из 45 кратких притч или философских трактатов. Интересно, что буквально название сборника переводится как «черные» или «простые слова». Абай пытался сделать литературу, а вместе с ней и образование вообще, доступными для любого жителя степи. Простые истины простыми словами. В степных школах Медресе, Муле часто давали слова назидания Абая, и он рассказывал их детям, то есть их использовали как учебные пособия. В 38-м слове Абай говорил, «Между богатством, накопленным для того, чтобы возвыситься, и богатством, которое копят для того, чтобы иметь возможность помочь страждущим, есть большая разница. Искусство – вот подлинное, неиссякаемое богатство. Учиться ему – самое благородное дело». Интересно, что настоящее имя поэта – Ибрагим. Но еще с детства мать и бабушка заметили его тягу к знаниям и назвали Абаем. В переводе – внимательный, вдумчивый. Абай постоянно в своих произведениях ставил вопросы человечности, дружбы, миропонимания, взаимодействия людей. Он очень ценил дружбу людей. Даже в своем 37-м слове он говорит, «Плохой друг – это тень. Когда солнце над тобой встает, от него ты не отвяжешься. А когда солнце меркнет, ты его не найдешь». Абай говорил, что главный враг народа – это даже не голод или поражение в боях с неприятелем. Это отсутствие сплоченности, единства, а еще тяги к знаниям, которые должна объединять людей. Самое главное, он говорил, «Коль казах казахи не видят друга, все дела напрасны». То есть сплоченность, единение, тяга к образованию, к искусству. И всегда призывал казахский народ учиться русской грамоте. Там есть и культура, там есть искусство, поэтому нужно учиться у этого народа искусству и языку. Высок был авторитет Абая в степи. Его назначили сначала бием, а затем и главой целой чингисской волости. Абай приобрел славу неподкупного начальника, защитника бедных. Он жестоко наказывал воров и отказывался защищать богатых и сильных родственников. Нравилось это далеко не всем. Местная знать, которая привыкла, что в степи властвует право сильного, начала строить козни против Абая. Посыпались донесения, судебные тяжбы. Это мешало главному занятию поэта — творчеству. И он оставил должность волосного управителя. Сегодня в урочище же Дибай, где Абай провел последние годы своей жизни, в его доме создан музей-заповедник. Рабочий стол, письменные принадлежности, любимые книги — в том самом виде, в каком они были в начале 20-го столетия, когда поэт ушел из жизни. Это место непростое. Это священное место, оно дает силы, как будто соприкасаешься с чем-то светлым, соприкасаешься как будто с каким-то необычным миром, который можно постигать так же, как эти великие люди постигали. На месте захоронения поэта и его ближайших родственников сегодня построен мемориальный комплекс Абая и Шакарима. Это племянник Кунанбаева, который продолжил его дело и стал известным казахским поэтом, писателем, композитором и философом. Мавзолей двух столпов казахской литературы сегодня — одно из самых посещаемых туристами мест Восточного Казахстана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok